12 лет строгого режима и 250 тысяч рублей штрафа. Такой приговор услышал сегодня украинский террорист Алексей Сизанович в Северокавказском окружном военном суде. Сизановича признали виновным по трём статьям – подготовка теракта, незаконное хранение взрывчатки и незаконное пересечение госграницы. Подсудимый признался – около двух лет работал на украинскую разведку и готовил несколько терактов в Луганской народной республике и Ростовской области. В конце мая 2016 года Сизанович получил указание о выезде в город Каменшахтинский Ростовской области для осмотра и фотографирования железнодорожного вокзала и вокзала станции Лихая с целью определения мест закладки взрывных устройств для производства взрывов. Управляться со взрывчаткой Сизанович умеет давно. Десять лет работал в шахте подрывником. В ходе следствия он показал тайник с начинкой для взрывов. Взрывчатку Сизанович планировал оставить на остановке общественного транспорта рядом с вокзалом и в урне на вокзале. Еще одной бомбой хотел подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами, но был задержан российскими пограничниками при незаконном пересечении границы. Заметим, что во всех преступлениях Сизанович сознался и активно сотрудничал со следствием. Галина Горлова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. На современных быстроходных катерах и моторных лодках несут службу морские пограничники. День ВМФ они отметили в Таганургском яхт-клубе. Получили награды, спели и показали свою работу по охране границы и защите биоресурсов. Пограничники уже определили траекторию движения нарушителя и передали данные наряду на берегу. Один из катеров Чибисов перекрыл пути отхода и прижал браконьеров к берегу. Для зрителей это яркое показательное выступление, а для моряков-пограничников обычная работа. В течение службы катера в море происходит практически может быть 6-10, от 6 до 10 задержаний. Для сотрудника погрануправления Андрея Масаликина сегодня особый день. Ему вручили личное холодное оружие – кортик. Такой чести можно удостоиться только за особые заслуги. Говорит, это награда дороже любой медали. Таганургский залив опасен своим обманчивым спокойствием и мелкотой. Ветер может разогнаться и нагнать тучи в любой момент, и тогда, как говорят моряки, море дает прикурить. Выходить из шторма приходится галсами, постоянно менять курс, петлять и преодолевать расстояние часа пути за все пять. Но из любой трудной ситуации сотрудники береговой охраны выходят мастерски. Поделиться историями готовы ветераны. Игорь Подгородник, моряк потомственный. На флот попал в 45-м, служил на миноносце Ленинград, лидере эскадренных миноносцев. В 46-м шли по береговой линии Балтийского моря. И тут корабль потерял ход из-за затопления двух котельных установок. Нас сносило на минное поле. И в этот момент командир корабля спустился в третье котельное отделение, где я был командиром, и дал команду нам дать ход кораблю. Мы дали ход в течение 20 минут. И спасли 340 моряков. С уверей или нет новоспасения от нештатных ситуаций на празднике осветили пограничные катера. Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, Дон-24, Таганрог. Врачи Белоколитвинского района делились успешным опытом с коллегами. В поселке Шолоховском провели выездную коллегию Минздрава по вопросам первичной медико-санитарной помощи. Это та помощь, которую оказывают врачи общей практики и узкие специалисты в участковых и районных больницах, амбулаториях и поликлиниках. Такому разнообразию специалистов, как в участковой больнице рабочего поселка Шолоховский, может позавидовать любая районная. Здесь есть терапевты, педиатры, неврологи, лор, акушер-гинеколог, хирург, стоматолог, специалисты УЗИ, ЭКГ и рентгена. В день поликлиника может принять 240 человек. В стационаре проходят реабилитацию больные после инсульта, а в отделении сестринского ухода пациенты с хроническими заболеваниями. Также есть дневной стационар и своя лаборатория. В эту участковую больницу едут жители не только соседних поселков, но и других районов. Близлежащие – это Тацинский район. Мы также их принимаем. Сестринский уход у нас есть и бабушки, и дедушки. Ну, немного, но лежат. Из других районов приезжают. Мы им не отказываем, проводим. И также близлежащие хутора обращаются к хирургу, к терапевту, к лор. Мы их тоже принимаем здесь. Так же, как центральная районная больница. Таких успехов удалось добиться благодаря программе «Земский доктор». Врач, приехавший работать на село, получает подъемный миллион рублей. Плюс поддержка местных властей. Ну, во-первых, оплачиваем докторам, которые приезжают к нам на территорию работать, найм жилья. Полностью это за счет средств местного бюджета. Мы нашим детям, которые уходят по направлению учиться в Ростовский мединститут, дополнительно доплачиваем одну тысячу рублей в месяц. Но они обязательно должны к нам вернуться на территорию. Делают ревизию жилфонда. Если квартира освобождается, ее предоставляют именно медикам. А еще за счет местного бюджета повышают квалификацию врачей. Об этом успешном опыте и рассказали на коллегии Минздрава. Главврачи и замы главадминистрации по соцвопросам, приехавшие из городов и районов области, обсудили проблемы и попытались найти им решение. Мы четко с вами понимаем, что сегодня самые большие претензии, которые предъявляет население к здравоохранению, это вопросы непосредственно первичной медицинской помощи. То есть обращение на прием к врачу, любому узкому специалисту, поликлинику. Поэтому мы этот вопрос вынесли сегодня на свою расширенную коллегию. Затем министр здравоохранения провела прием граждан. Основные просьбы – ускорить прохождение очереди на операцию, обеспечить реабилитацию после инсульта и получение нужных лекарств. Екатерина Лободина, Станислав Фоменко, ДОН-24, Белоколитвенский район. Больше 400 торговых мест даст ростовский северный рынок. И это не предел. В 2020 году откроется вторая очередь масштабного комплекса. Проект включен в реестр инвестпроектов. И станет примером для остальных торговых площадок области. Лимончики у вас хочу. Лариса Хазизова начинает охоту за низкими ценами. Прежде чем купить овощи и фрукты, проходит несколько рядов. Смотрю качество товара. Видимо, что продавец нравится, как обслуживает, как выглядит. Привитливый, что-то. Сокольный этаж северного рынка отдали под овощи фрукты, чтобы, как в советское время, можно было и товар выбрать, и пообщаться с продавцом. Места для предпринимателей платные, а исключение руководства рынка делает для пенсионеров, которые выращивают овощи на своих огородах. Цена образования свободная. Со своей стоимости картошки, что я туда вложил, вот и цена у меня складывается. Многие продавцы закупают товар у поставщиков, а кто-то и сам ездит собирать урожай. Муж Татьяны Мусатовой работает в бригаде, срывает фрукты в донских и краснодарских садах. Из-за низких издержек и цену ставят ниже, чем в целом по рынку. Они ездят, просто работают, помогают на уборке урожая и оплачивают им продуктами. Второй этаж сделали по испанскому типу. Небольшие магазины, фиксированные цены. Сюда приходят и крупные производители, и частные фермы. Вот колбасы из Мартыновского района на рынке всего полгода. Вся продукция проходит дополнительный контроль здесь же, в собственной лаборатории. Северному рынку нет аналогов ЮФО. Сейчас идет вторая очередь строительства, и через несколько лет торговое пространство соединят подземной галереей с восьмиэтажным комплексом. Три этажа – это универсаны, продовольственные и непродовольственные форматы. Три этажа – парковки на три стороны, машин и мест. И два этажа – это детские развлекательные центры. По подобию северного рынка в регионе хотят реконструировать другие продовольственные пространства. То, что мы сегодня увидели здесь, может быть, и даст возможность нам создать какой-то консорциум, который бы помог покупать напрямую у сельхозтоваропроизводителей продукцию, чтобы не было ухода в отналогов. За сельхозпродукцией был четкий контроль, как мы здесь видели. Региональная корпорация развития уже разработала проект строительства по области 22 современных рынков. Осталось найти соинвесторов. Юлия Карасюк, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Была ничья, потом поражение, и вот первая победа. Футбольный Ростов заполнил комплект возможных исходов матча, сыграв в гостях с неудачником первых туров Амкаром. Наша команда смотрелась заметно лучше и смогла закрепить преимущество точным ударом Александра Зуева. Именно Александр обозначил атакующие амбиции Ростова. На седьмой минуте он нанес первый удар в створ, но с острого угла попал во вратаря. В Перми за повреждений не приехали первые номера в защите и нападении – вратаря Баев и форвард Бухаров. Место на острие занял Владимир Дедюн и вполне мог открывать счет под занавес тайма. После подачи стандарта на ближний угол вратарской оказался первым на мяче и нанес красивейший удар через себя. Правда, немного не попал в створ. А чуть раньше был момент у защитника Вилюша. Также после стандарта поляк пробил с разворота выше. Ну, не получается забить мяч, так сказать, потому что есть подходы, есть стандарты, владеем преимуществом, в принципе. Амкар, я считаю, ничего не создал в первом тайме, поэтому осталось только забить. Показательны цифры первого тайма. У нас семь ударов, три в створ. У хозяев всего один и мимо. Качество игры принесло плоды на 66-й минуте. Дедюн, который не забивает в чемпионатах России с 15-го года, обретает себя и проверяет каркас ворот соперника. Но хороший удар не пропал. От перекладины мяч отскакивает к Зуеву. И полузащитник мощно бьет в правый нижний угол. 1-0. Я считаю, лучше был этот матч с Ахматом, где мы фактически ничего сопернику не позволяли. Там чистая футбольная, как говорят, случайность. Но сегодня был матч такой стратегический. И он не должен был проигрываться нами. У Амкара внятных атак так и не было. А наши парни могли отличиться еще и еще. Неплохой удар Юсупова из-за пределов штрафной отбил вратарь. А в самой концовке заменивший Дидюна новичок Шамурудов практически отдал голевой пас. Но Байрамян покатил мяч рядом с дальней штангой. Есть первая победа в чемпионате и не где-нибудь, а в Перми, в которой до этого ростовчане побеждали лишь однажды. Теперь подопечные Леонида Кучука сыграют в Каспийский Санжи уже в пятницу. Смотрите матч в 20 часов на нашем телеканале. Лев Клинов, Дон, 24, Перм. Олег Попов сидит на лавочке у цирка с собачкой, а в руках корзинка с лучом солнца. Солнечный клоун снова в Ростове. Теперь уже навсегда ему открыт памятник. Всегда улыбайтесь. Любимая фраза Олега Попова. Улыбался всем и любил улыбающихся людей. Памятная скульптура увековечила его улыбку и любимый образ солнечного клоуна в широких полосатых штанах и клетчатой кепке. Он приезжал к нам сюда. Мы ходили, я еще была маленькая, меня мама приводила. Очень сладко. Замечательный, замечательный человек был. Замечательный, добрый, позитивный. Ну, всегда хотелось ходить на премьеры, когда приезжал. Олег Попов, сидящий, теперь у входа в цирк, действительно похож на настоящего. А солнечный луч будет светить из его корзинки. Вдова-артиста памятник заранее не видела, как и других предложенных вариантов. Результатом в итоге довольна. Мне очень понравилось, да. И мне понравилось, что он держит свет. Потому что он был очень светлый человек, и он дает этот свет сейчас этом прекрасном городе. На открытии к памятнику было не пробиться. Пришли и маленькие дети, которые вживую увидеть легенду не успели. По телевизору видел. Хотел пойти на него, но он умер. Это прежде всего детство. Хорошее настроение. Это смех. Он людям дарил радость. Межмурашки по телу. На открытии приехали вдова, сын, внук, артиста. Внук поделился с ростовчанами важной семейной традицией. Здесь было одно единственное правило. Все должны быть в красных носках. Вашей семье? Вообще все. Все абсолютно гости, кто приходит. Единственное приглашение было такое. Показал носок, пошел дальше. Кстати, родственники запомнили Олега Попова, как и все. Именно солнечным клоуном. В цирке он был таким же, как дома. Олег Попов создал незабываемый образ солнечного клоуна. Его искусство, мастерство было понятно всем людям во всех странах без перевода. И его имя стало нарицательным, поскольку он свою жизнь, весь свой талант отдал служению цирковому искусству. Ты общаешься с живой легендой. Таких людей, в принципе, очень мало. И в это время чувствуешь себя очень и очень маленьким человеком. Но получаешь от этого удовольствие, потому что стоишь и общаешься с человеком-примером. И это здорово. Человек, который достиг популярности при жизни не только в России, но и в мире. Поэтому каждое его слово просто обладало слишком большой ценой. С установкой памятника у ростовского цирка появилась новая главная фотозона. Теперь сфотографироваться солнечным клоуном может каждый ростовчанин и гость города. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.